Привет! Что читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Вера Долматова. В этом выпуске я расскажу о книге «Путешествие хорошего пса» Брюса Кэмерона. Брюс Кэмерон – американский писатель, обозреватель и юморист. Его книги переведены более чем на 60 языков мира. Первый роман Брюса Кэмерона был опубликован в июле 2010 года и продержался в списке бестселлеров New York Times целых 19 недель. «Путешествие хорошего пса» – это удивительная история о надежде, любви и бесконечной преданности собаке. Она посвящена нашим самым верным четвероногим друзьям и той огромной поддержке, которую они способны оказать в трудножизненной ситуации. Легкий уместный юмор, подлинные жизненные истории и новый взгляд на главное предназначение собаке, любить своего хозяина и делать его счастливым – все это история пса по имени Малыш, увлекательно рассказанная им самим. «Сидя на залитой солнцем деревянной пристани, уходящей в пруд, я твердо знал, что меня зовут Малыш, и я хороший пес. Шерсть на моих лапах была такой же черной, как и на всем теле, хотя внизу уже чуть-чуть посидела. Я прожил долгую полноценную жизнь с моим мальчиком Итаном. И на этой самой пристани здесь, на ферме, провел много ливнивых послеобеденных часов, плавая и весело гавкая на уток. Второе лето без Итана. Когда он умер, я почувствовала боль, острее которой никогда не испытывала. Со временем она стихла и превратилась в обычную ноющую боль в животе. И только в моих снах, где мы с Итаном бегали вместе, мне было легче. Я старый пес и знаю, что вскоре опять засну глубоким сном, как бывало со мной уже не раз. Так же, как в моей первой глупой жизни под именем Тоби, когда у меня не было настоящей цели, кроме игр с другими собаками. Так же, как в моей жизни под именем Белли, когда я впервые встретила своего мальчика, и любовь к нему стала для меня смыслом существования. Так же, как и в жизни под именем Элли, когда мне следовало отыскивать и спасать людей. Иногда я снова вооружаюсь в глубокий сон, и в конце этой жизни под именем Малыш я уверен, что больше не вернусь в мир с собакой. Нет в этом смысла, ведь я выполнил свое предназначение. Произойдет это сейчас или следующим летом, неважно. Любитит она, вот что было моим высшим предназначением. И никто не сделал бы это лучше меня, я был хорошим псом. И все же, все же я сидел здесь и наблюдал за ребенком, одним из многих в семье Итана, неуверенно шагающим к краю пристани. Эта девочка недавно научилась ходить, и поэтому слегка пошатывалась. На ней были пышные белые штанишки и тоненькая рубашка. Я представила, как прыгаю в воду и вытаскиваю ее на поверхность за эту рубашку. Мама ребенка Глория безмятежно разлеглась в шезлонге с кусочком овощей на глазах. Поначалу она держала поводок, прикрепленный к талии маленькой девочки, но потом он выпал из-за руки и волочился за малышкой, пока та настойчиво продвигалась к краю пристани, все ближе и ближе к воде. Когда я был щенком, отпущенный поводок всегда выдавал мне возможность исследовать мир, и реакция маленькой девочки была точно такой же. Глория приезжала на ферму редко, впервые она была здесь зимой, еще при жизни Итана. Тогда, вручив ему малышку, она называла его дедушкой. После отъезда Глории я много раз слышал, как Итан со своей подругой Ханой говорили о ней, и в их голосах звучала печаль. Еще они произносили Клэрити, так звали малышку, хотя Глория часто называла ее Клэрити Джун. Я уверен, Итану понравилось то, что я присматриваюсь за Клэрити, с которой постоянно происходили какие-то неприятности. Буквально на днях я сидел с грустью и наблюдал, как малышка подползла к кормушке для птиц и засунула себе в ротик две полные жмени птичьего корма, выпавшего на землю. Моя обязанность ходила отгонять от кормушки белок. Я совершенно не знала, как вести себя с Клэрити, застав ее за этим занятием. Я понимал, что птичий корм вряд ли предназначен для ребенка, и был бы прав, когда наконец решилась несколько раз гавкнуть. Глория буквально подскочила из полотенца, на котором лежала пластом и очень разозлилась. Кстати, вот какие отзывы оставляют читатели. Удивительно приятная книга. Повествование собаки, прожившей много собачьих жизней в одной семье. Честно говоря, местами невозможно удержаться от слез. Ведь наши собакевичи именно такие, как описаны, верные, сопереживающие нам, но не всегда понимающие, что происходит. Автор нашел именно тот язык и выражение, которыми могли бы общаться с нами наши собаки. Эта история полна добра и любви. Всем известно о собачьей преданности и заботе о хозяине. Так вот, собака в этой книге это доказала. На протяжении всей книги мы наблюдаем за путешествием хорошей собаки. Она перерождается и снова попадает к людям, которым она должна подарить свою любовь и помочь справиться с трудностями. Здесь она была рядом во время депрессии, болезней, смерти и никогда не предавала своего хозяина. В конце книги за свою преданность и любовь собака обретает свое собственное счастье, а именно любовь всех дорогих людей. Большего ей и не нужно. Даже не знаю, с каких слов начать писать отзыв. Хочется просто сказать, что эта книга замечательная, трогательная, добрая, светлая, полная силы и большой надежды. В этом романе рассказывается о взаимосвязи собаки с человеком. Всякий раз, рождаясь заново, собака стремится найти своего хозяина, несмотря на то, что она при этом может быть другого пола, размера, другой породы и окраски. Тем не менее, находясь в теле другой собаки, она остается прежней и помнит все, что случилось с ней когда-то давно. В то время, как собака находит своего хозяина, она ищет свое предназначение, ведь каждый раз оно разное. Раньше ее работой было защищать человека от угроз, а сейчас работа заключалась в том, чтобы защитить его от печали и помочь пережить большое горе. Собака, несомненно, лучший друг человека. Она никогда не предаст и будет с ним до последней минуты своей жизни. Я и сейчас посмотрела на Глорию. Гахнуть? Дети часто прыгали в пруд, но они были гораздо старше этой маленькой девочки. Малышам же в возрасте Клэрити разрешалось ходить в воду только со взрослыми. А судя по тому, как настойчиво девочка двигалась в краю пристани, она непременно туда угодит. Я поглядел в сторону дома. Там была Хана, которая возилась цветами возле подъезда дорожки. Слишком далеко, чтобы успеть подбежать. Нет сомнений, Хане тоже понравилось бы, что я присматривалась за малышкой. Это было мое новое предназначение. Клэрити подходила все ближе и ближе к краю. Я снова заскулил уже громче. Тихо шикнула Глория, не открывая глаз. Я не понял, что она сказала, но голос у нее был определенный и недовольный. Клэрити даже не обернулась. Добравшись до края пристани, и не удержавшись там, она плюхнулась в воду. Мои коготки полоснули по деревянной пристани, когда я оттолкнулся для прыжка в пруд. Клэрити отчаянно барахталась. Ей удалось немного поднять к поверхности, но голова все еще находилась под водой. Я подпыл в считанные секунды, и мои зубы мягко замкнулись на ее рубашке. Я вытащил голову малышки на поверхность и стал двигаться в сторону берега. Боже, Клэрити, закричала Глория. Она обижала причал и бросилась к воде, как раз в тот момент, когда мои лапы нащупали скользкое дно пруда. Плохой пес, закричала она, выхватив у меня Клэрити. Ты плохой, очень плохой пес. Я виноват, опустил голову. Глория, что случилось? Подбежала Хана. Ваша собака только что столкнула малышку в пруд. Клэрити смогла утонуть. Мне пришлось прыгнуть в воду, чтобы ее спасти, и теперь я вся мокрая. По их голосам я понял, что обе очень огорчены. Малыш, Хана вопросительно посмотрела на меня. Я не смел поднять на нее глаза, только чуть-чуть вильнул хвостом, разбрызгав воду с поверхности пруда. Я не понимал, что именно я сделал не так, но определенно все были расстроены за меня. Все, кроме Клэрити. Я рискнув взглянуть на нее, почувствовал, что она хочет вырваться из объятий матери, и крохотные ручки тянулись ко мне. Малыш, прошептала она. Штаны облепили ее ножки, по ним стекала вода, и опять опустил глаза. Глория раздражительно выдохнула. Хана, возьмите ребенка, ей надо поменять подгудник, а я хочу полежать на животе, чтобы загар был одинаковый с обеих сторон. Конечно, ответила Хана. Пойдем, малыш. Слава Богу, инцидент был исчерпан. Я выпрыгнула из воды, виляя хвостом. Не брызгай! Глория поскакала по пристам прочь от меня. Я услышала предупреждение в ее голосе, однако не была уверена, что понял ее, и хорошенько встряхнулся с головы до кончика хвоста, чтобы высушить шерсть. Фу, нет! Завизжала Глория. Затем она, сделав мне строгие выговоры, грозя пальцем и используя множество слов, значения которых я не понимала, она еще несколько раз повторила. Плохой пес. Я опустил голову, зажмурился. Малыш, пойдем, сказала Хана. Ее голос звучал мягко и послушно. Последовал за ней в дом. Малыш, повторяла Кларити. Малыш! Когда мы подошли к крыльцу дома, странный припуск во рту заставил меня остановиться. Он мне знаком. Напомнил случай, когда я вытянул из мусорного бака тонкий железный поднос, пропитанный сладкими ароматами. И начисто, вылезав поверхность, решил попробовать его на зуб. Вкус у металла был плохой, поэтому я сплюнул. Сейчас же никак не мог избавиться от этого привкуса. Он прилип к языку и пробрался в нос. Малыш! Хана стояла на крыльце, пристально глядя на меня. Что случилось? Я завилял хвостом и вскочил на крыльцо. А когда она открыла дверь, вошел в дом первым. Я всегда радовался, проходя в эту дверь, неважно в дом или из дома, так как это обещало что-то новое. Потом я сторожил Ханну и Клэрити, которые играли в новую игру. Ханна относила Клэрити наверх лестницы, наблюдала, как та разворачивалась и пятилась вниз по ступенькам. Хорошая девочка, повторяла Ханна, а я вилял хвостом. Когда Клэрити добиралась до нижней ступеньки, я целовала ее лицо. Она заливала смех, затем протягивала ручки к Ханне. И все, спрашивала девочка. Бабусь, и все, и все. Ханна поднимала ее, целовала и опять относила на поверхность ступень. Почувствовав уверенность, что им ничто не угрожает, я перебрался на свое любимое местечко, в гостиной. Покрутился, вздохнув и лег. Через несколько минут Клэрити подошла ко мне, лача свое одеяло. Во рту у нее что-то было, что она жевала, но не проглатывала. Малыш – очаровательный добрый пес. Он прожил насыщенную событиями жизнь и выполнил свое предназначение. Помог своему хозяину Итану стать счастливым. И теперь, когда хозяина больше нет, малыш очень скучает. Но Клэрити, внучка Итана, не даст ему унывать. Когда она вырастет, ей тоже понадобится друг, который будет защищать ее от неприятностей. И почему бы малышу не стать таким другом? Судьба дарит хорошему псу новый шанс и новую жизнь. Ведь его предназначение – служить людям и помогать им справляться с невзгодами. А чем же закончилась история малыша, можно узнать, только прочитав книгу, которую вы найдете в Центре чтения Дворца книги. А вы читали произведения Брюса Кэмерона? Делитесь в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok